Красивый тут вид. Это дом номер 151 на улице Радищева. Дом вроде не старый, а крыша выглядит уже вот так, как после бомбежки. А это вид изнутри. На кадрах видно отсыревшие стены и газовое оборудование. В принципе, в нормальном состоянии, но жильцы опасаются иного. Крыша худая, кирпичи еще не падают, но скоро могут начать. Если каменный блок обрушится на такой баллон с газом, может произойти утечка, а то и того хуже. Был такой запрос, что для того, чтобы произвести ремонт этой крыши, нужно 4 миллиона. Но у нас, конечно, таких средств, сами знаете, нет в доме. И пока мы обращаемся ко всем инстанциям, в том числе и вашим, чтобы решить вопрос. По сути, сейчас крыша голая, без какого-либо гидроизолята. Весна – самое проблемное время. Оттаяние снега и перепады температур вот уже лет 10 постепенно разрушается кирпичная кладка. Трубы, кстати, тоже ничем не изолированы. Протекает у нас основание котельной, вместе с кровлей, по балкам спускается, тут проходят электропровода. Все это может произойти замыкание, а так протечка идет по всей площади этого третьего, первого и второго подъезда. Чтобы начала крошиться кирпичная кладка, в том числе и по периметру дома, проблема должна просуществовать длительное время, уверяют эксперты. За год и даже за два так не размоют. Там есть управляющая организация, которая должна была отслеживать состояние квартирного дома в течение периода управления. Те управляющие компании, которые обслуживали до этот дом, что управляющая компания обслуживает сегодня этот дом. По фотографиям, которые мы имеем, разрушение стены и вот этой опорной конструкции, происходило долгое-долгое-долгое время. В том числе намокание, путем намокания, высыхания. Раньше дом числился в программе капремонта с датировкой начала работ на 41-й год. И это долго, посчитали жители. Строение может не дожить до знаменательной даты. И перевели свое накопление на спецсчет, чтобы сроки ускорить. По состоянию на 2022 год успели скопить 800 тысяч рублей. К сожалению, капитальный ремонт крышных котельных у нас не относится и не значится в виде работ по капитальному ремонту. Соответственно, эти мероприятия должна выполнять та организация, в которой у собственников есть соответствующий договор на ремонт и обслуживание вот этого высокотехнологического оборудования. По нашей информации, при строительстве, а это строили военные, изначально сделали неправильно кровлю. То есть были использованы некачественные стройматериалы. Значит, управляющая компания проводит текущий ремонт практически каждый год. Но это не приносит нужного результата. 800 тысяч недостаточно для проведения капитального ремонта. Жильцы в итоге попали в ситуацию, когда все-таки придется скидываться между собой на исправление ошибок тех, кто изначально строил дом с нарушениями технических регламентов и строительных норм. Павел Петрюков, Юрий Давыдов, Бахтияр Салтанов, репортер 73. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова